Мало кто узнает эту ягоду по другим названиям, которые она имеет. Гонобоб, гонобобель, дурника, синий виноград, пьяная ягода. Такое множество прозвищ голубики связано с ее постоянным соседом, богульником болотным, который обычно растет рядом и своими эфирными маслами вызывает головокружение. Голубика очень близкая родственница брусники, клюквы и черники. Ягоды у голубики крупные, упругие, сладкие, невозможно устоять. Голубика полезна при колитах, холециститах, панкреатитах, диабете. Как приготовить настой из голубики? 20 грамм ягод, это примерно 14 штук ягод. Конечно же, предварительно промытых под проточной водой. Нужно залить стаканом горячей воды, но не крутым кипятком, а примерно 90 градусов. И настаивать 1 час. После того, как настоится, пить по 50 мл каждые 3 часа, пока не закончится настой. Такой настой помогает при гастритах с пониженной кислотностью, колитах, заболеваниях почек и поджелудочной железы. Пока настаивается, каждую ягодку можно размять, для того, чтобы настой получился более концентрированным. По стечению времени, посмотрите, какого цвета получается настой. Он почти темно-фиолетовый, красивый цвет. Как голубика действует на кровь? Ягоды имеют свойство нормализовать уровень холестерина в крови, поэтому используются для профилактики полезней сердца и сосудов. Голубика полезна как для мужчин, так и для женщин. Это прекрасное средство от ожирения, благотворно влияет на мочеполовую систему, обеспечивая профилактику импотенции, простатита, цистита. Ягоды можно есть и в свежем виде, варить компот и варенье, перетирать сахаром, сушить, замораживать. При этом сохраняются все полезные свойства голубики. Но все-таки наибольшая концентрация витаминов содержится только в свежих ягодах. Продолжение следует...